Всем привет! Канал Покашеварим, обзорище. И знаете, как в рекламе вот этот вот праздник к вам приходит, праздник к вам приходит, кока-кола, да? Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит. У кого-то праздник приходит с кока-колой, а у меня праздник приходит, когда cheesecake.ru приводит огромное количество вкусняшек на обзор. Все, все, Виталий, сегодня просто кончится, вы посмотрите. Вы правильно поняли, это ежегодный, уже традиционный обзор на новинки от cheesecake.ru. Они прислали куча всего, и мы сегодня будем пробовать и оценим, что у них появилось нового. Также несколько старых клевых вещей, и в общем, сейчас будет интересно и очень вкусно. Поэтому кофеечек наливайте, количество сахара и вкусняшек будет сегодня зашкаливать. Поэтому даже через экран, смотря этот обзор, стоит запивать. Ребят, мы с cheesecake.ru уже работаем, дружим, сотрудничаем уже, блин, ну три года, даже больше. Какой там первый обзор на cheesecake.ru был, наверное, лет пять назад. Вот, и я очень много десертов оттуда люблю, но вот последнее, что мне крайне заходит, и я очень часто этим пользуюсь, это выпечка. Это свежая выпечка. У меня всегда в морозилке лежит пакет с круассанами. Ну, сейчас он не лежит, он закончился. И слава богу, потому что мне cheesecake.ru вот куча новых приколюк привезла. Выпечка. Круассаны бомбические, я только сливочные, правда, брал, другие не пробовал. Поэтому на этот раз у меня здесь целая ассорти. Круассанов с шоколадом, сливочные и еще какие-то там внизу, три слоя. Заморозка, ребята, это бомба, серьезно. Ну, потому что любой десерт, который у вас лежит в морозилке, что cheesecake, что какие-то пирожные, что опять-таки вот эта выпечка свежая, которую вы можете утром закинуть в духовку, через 25 минут у вас будет вкуснейший круассан, как вот где-нибудь там вот во французской пекарне. Это божественно, это очень вкусно, это свежайшее, чтобы вы понимали. Вот, поэтому я заморозку очень люблю. Мне именно нравится формат у cheesecake, что здесь вот замороженный продукт. Мне не надо париться, что с ним делать. Закинул в морозилку, когда захотел использовал. У меня чиабатта. Вот она. Это итальянский хлеб, который надо в духовке доготовить. Тоже замороженный. Надо чуть-чуть постоять и потом в духовку. Давайте выпечем. Смотрите, вот так это делается. Свежачок. И 2 секунды у нас все будет готово. Ну, не 2 секунды, а 20 минут. Достаем вкусняху. Так, давай. По одному попробуем. Видали, как они? О, обжегся. Круассан с абрикосом, круассан с шоколадом. Классический я уже пробовал, поэтому повторяться не буду. Он божественный. А вот эти сладенькие нет. Просто огонь. И внутри такая порция, типа, джема. Свежайшая выпечка. Блин, что про нее говорить? Это чудесно. Круассан с шоколадом. Там внутри... Вон оно, смотри, что. Внутри прям шоколад. Давай его отведаем. Тоже бомбический. Прикольный вкусный шоколад. Внутри здесь классное, насыщенное абрикосовое варенье. Косичка с орехом пекан. Я был бы рад, наверное, найти, к чему придраться. Потому что, ну, мне не все нравится у cheesecake.ru. Серьезно. То есть, есть десерты, которые мне не нравятся. Там какие-нибудь мега шоколадные... Те же чизкейки мне, например, не заходят. Ну, не люблю я такие приторно-шоколадные истории. Здесь к выпечке прикопаться вообще не к чему. Она клевая. Конечно, лучше готовить отдельно, потому что я готовил все вместе. У меня немножко, может быть, пекан не допекся. Да, вот эта косичка. В общем, огонь. Огонь. Все три штуки классные. С шоколадом клево. Шоколада там довольно много. И это вкусно. Это хрустяще. С абрикосом мне понравилось, наверное, даже больше, чем с шоколадом. Кленовая косичка чуть поменьше, честно скажу. Она мне понравилась меньше всех из этих трех, что мы попробовали. Пекан, пекан. Это не кленовый пекан. Он просто внешне похож. Но не хватает в нем, например, изюма. Да, я перепутал. Это называется банановый ободок. Вы что хотите, можете там заказывать. Но классический сливочный круассан это бомба. Вот его прям must have. Всегда его советую. Огонь. Огонь. Очень вкусно. Чиабата доделалась. Слышите? Вот этот чудесный хруст. Блин, зараза. Просто офигенные ощущения. Чиабата, она уже готовая в заморозке. Соответственно, то, что происходит в духовке, это фактически разогревание и создание корочки. Держи, ну это прикольно. Это прикольно. Свежая чиабата. То есть, для меня сейчас немножко, у меня немножко странное ощущение. Потому что я, если покупаю, допустим, чиабату или какой-то багет, я их покупаю в магазине. Приношу домой. Это все холодное. Я как бы к этому вкусу привык. Да, я ел хорошие вкусные чиабаты. В Москве можно найти даже такое иногда. Но это в основном холодное. А тут как бы свежее, то есть, ощущение абсолютно свежей выпечки. Только что, как будто я сам приготовил. Я сам не делал ни разу чиабату дома. Вкусно. Вкусно. И по соли, и тесто очень клево. Кстати, они же мне привезли еще вообще необычную штуку. Где-то у меня вот здесь они были. А, вот прям. Подожди, вот и лежат. Короче, это соусы. Гуакамоле. Это скорее, наверное, для хорики, то есть, для ресторанов, нежели для домашнего использования. Это четыре разных вида гуакамоле. Гуакамоле это штука на основе авокадо. То есть, это все авокадо. Много-много всякого авокадо. Они, видите, еще заморожены. Но по бокам маленько подтаяли. Поэтому я попробовать каждый из них смогу. Здесь у нас вестерн гуакамоле, калифорния гуакамоле, пико чего? Пико де гало гуакамоле. И авокадо палп. Это просто промятые авокадо. Боже мой, сейчас лето у нас на дворе, а у меня снежок. Я сейчас, знаешь, что хочу попробовать? Прям именно с чиабатой. Вот у меня здесь есть четыре. Сейчас я сделаю кусочка чиабаты. И с каждым попробую разные гуакамоле. Просто огонь. Вот так вот я сделаю. Отрежу. И вот то, что у меня разморозилось, я сейчас себе сделаю бутербродик. Оп! Гуакамоле. Здесь используется, в этом гуакамоле используется авокадо, темная такая кожа, у него называется ХАС. Это самый клевый авокадо, очень вкусный. Производят в Мексике. А мексиканцы уж че-че, а толк в гуакамоле они точно знают. Оп! И классический последний гуакамоле. Он еще сейчас такой холодненький, и на контрасте с теплым хлебом будет огонь. Вот это какой был! Блин, мне теперь сложно будет определить. Вот это был, знаете, какой? Классический, он очень нейтральный. А это был пико де гало гуакамоле. Очень вкусная штука. Так, это у нас Калифорния соус гуакамоле. Бомбический. Короче, вот это протертый авокадо, то есть, который авокадо палп, это просто протертый авокадо, он нейтральный. У него вкус авокадо есть, то есть, как авокадо, но нет ни соли, ни перца, по моим ощущениям, он не имеет вкуса. А вот эти уже заправленные штучки, прям бомба. Это шикардос. Это очень вкусно. Чиабату бомбически вкусно. Мне нравится гуакамоле, это очень вкусный продукт. В сочетании со свежей чиабатой, ее можно еще, допустим, поджарить с двух сторон, чтобы мякоть хрустела дополнительно к шкурке. И будет космос. Очень вкусная штука. Я не знаю, как вы будете использовать дома, то есть, ну, это очень много. Ну, наверное, можно, кстати, вот смотри, как сделать, да, допустим, нарезать. Ну, так вот нарезать на какие-то кусочки. И на завтрак все доставать. В холодильничек вечером положили, к утру у вас квадратик гуакамоле, который можно на свежую чиабату намазать. Так что нормально, реализуемо. Следующее у нас мороженое. Маракуя. Обожаю маракуи. И малина. К малине отношусь абсолютно спокойно. Ну, маракуя это вообще просто. Или это не мороженое? Что это? Подожди, это протертые ягоды, что ли? Я думал, это мороженое. А это замороженные ягоды, ты посмотри. Это щербет из маракуи. О май гад. Это просто пюре. Пюре маракуи с сахаром. Я не знаю, как это можно и ложкой есть, и во фрукты добавлять, и в лимонады себе делать. Вот я так себе представляю. Просто бомба. Крышку малины, правда, на нее надел зачем-то. Так, ну и малиновые давай. Тут почему-то в малине нет косточек. Вообще ни одной косточки. Как они избавляются? Реально пюре без единой косточки. Вот, видите? То есть структура такая единая. Прям замороженное пюре с сахаром. Я ненавижу косточки в малине, серьезно. Я поэтому не люблю варенье малиновое. Потому что вот эти постоянные косточки, они потом еще неделями у тебя во рту где-то живут, там между зубов. Здесь нет ни одной косточки. Это прям респект. К вкусу малины я вообще отношусь спокойно. Для меня малины как-то очень знакомый вкус, потому что в детстве ходили в лес. И вообще, в принципе, малина это популярная и понятная штука. Короче, не знаю для чего использовать эти штуки, вы можете дома, да? Ну, то есть это просто пюре, протертое вместе с сахаром и замороженное. Морсы, лимонады в десерты добавлять. Ну, что-то такое, я говорю, или ложками есть. Вот это маракуйя, банан. Что там еще как входит? Вот это очень вкусная штука. Малина, ну, довольно обычная. Ничего особенного. Ну, такие вот прикольные штучки. Пирожное пинаколада. Пирожное, это тортельник огроменный. Ты посмотри, какой здоровый яс. Так. Вот такая штучка, смотри, с прослойкой. Видимо, ананасовой. Но его даже разрезать нет никакого смысла, потому что и так видно, что там внутри. Песочное печенье. Это, видимо, ананасовый, опять-таки, типа варенье джема. Какой-то кремчик. Еще кремчик. И сверху у нас стружка ананаса. Очень легкий десерт, по ощущениям. То есть такой, у нее есть какая-то легкая свежесть. И при этом плотность. Что касается вкуса, то, в принципе, я бы не сказал, что здесь какой-то ярко выраженный вкус, например, ананаса. Хотя здесь прям ананасовое пюре. Я вот почитал составе. Это ананасовое пюре. Видимо, из той же серии, что мы до этого пробовали. Вот манго маракуйя и малина. И нижний слой, все-таки, судя по всему, это не просто песочное тесто, а песочное тесто именно с кокосом. Понравился или нет десерт? Ну, наверное, нет, честно говоря. Потому что, вот я говорю, ярких вкусов никаких нет. Просто чувствуется кокос, чувствуется какая-то кислинка от этого джема. И как бы все. Консистенция приятная, но по вкусу ничего необычного. Ну вот смотри, когда подтаяло, у него другая консистенция даже у варенья. Сейчас попробую, мне кажется, вкус более насыщенный будет. Это пирожное пинаколадо. Все равно слабенько. Ладно, мне не остается тоже. Килограмм тарталеток. Тарталетка ягодная. Ну, а это уже нам знакомо, друзья мои. Малиновые тарталетки мы с вами. И вдоль и поперек каждый месяц у нас промо-код и тарталетки. Я себе сейчас кусочек рубану, потому что мне надо по чуть-чуть пробовать. Ибо, серьезно, это очень сложный обзор для меня физически. Возьму себе кусочек вот такой вот и погнали. Я к малине спокоен. Даже можно сказать, наверное, я вообще не очень люблю малину, по большому счету. Хотя вы малиновые тарталетки любите. Я фиг знает почему. Но здесь есть ягоды, которые я обожаю. Черника это просто one love. Я люблю эти ягоды, я их довольно часто покупаю. Такой вот микс ягод, он, наверное, не очень удачный. Как по мне, лучше разделить. То есть делать малиновые отдельно и отдельно черничные. Это вкусно, это клевая тарталетка. Ей бы еще дать немножко подразморозить. Я чуть поторопился. Но вот сочетание малины и черники, оно получается бесполезное. Потому что черника проигрывает во вкусе. В смысле, в концентрации вкуса. Малина, конечно, победила. Ну вот. Ну как бы тарталетка. Ничего особенного сказать не могу. Вот, например. Это уже просто легенда. Это мы с вами все пробовали. Вот, малиновая тарталетка. Чисто с малиной. Это классика. Вот так вот лучше. Эти тарталетки мы все с вами пробовали. Вот это вообще бомбическая шоколадная штука. Вот это с лимонной, лимонной тарт в виде тарталетки. То есть там мусс из лимона, сверху меренга. Это просто бомбически. Ну и вот эта вот вишневая штука. Мы с вами это все пробовали. Они действительно самые вкусные. Карамель я обожаю. Поэтому вот карамельная на первом месте у меня. Лимонная на втором. И вот эти две, они в принципе одинаково на третьем месте. Я пробовать не буду, потому что мы это уже тестили. И сэкономили немножко места у себя в организме на другие вкусняшки. Бананово-шоколадный торт. Опа, это что-то новенькое. Такое я не ел. Вот, ребятушки. Смотрите, очень шоколадное песочное тесто. Потом шоколадный мусс. Бананы, кусочки сверху. Типа взбитые сливки. И в самом верху все это украшается еще какими-то непонятными штучками. Это тоже что-то банан. Какие-то банановые типа хлопья. Ну, а не, это орехи. Слушай, это орехи, это типа миндаль в каком-то, ну, типа банановом варенье, что-то такое. Давай попробуем все вместе. Слушай, очень вкусно. Я не любитель шоколада. И меня вообще, чтобы меня что-то шоколадное впечатлило, это редко такое бывает. Очень вкусный тортик. Потому что банан, банан, сливки, шоколадный мусс, шоколадная основа все вместе создает очень гармоничное впечатление. То есть, нет такого, что я... Блин, один шоколад. Вот нет такого. И мне это очень нравится. То есть, тут и сладость банана, тут шоколадность, тут сливочность. Все вместе. Очень вкусно. Блин, причем еще не только вкусно, а еще и приятно. Вот мне что нравится в десертах cheesecake.ru, в том, что у них большой выбор именно плотных десертов. Да, там есть тирамису. Я не люблю тирамису. Для меня вот эта воздушность, это вообще не еда. Именно плотные десерты. Вот все чизкейки, вот такой вот торт, они плотные. И мне вкусно. И мне клево. По вкусу хорошо и по консистенции хорошо. Мне понравился этот тортик. Марципаново шоколадное пирожное. Опа, подразвалилось. Пока мы тут перекладывали, все съехало, посмотри. Так, давай разложим все, как было. Смотри, прикольно. Марципаново шоколадное пирожное. Вот такая вот шапочка. Это что, ягоды Годжи, видимо, сверху? Или что это? И, в общем, вот такая штучка. Выглядит забавно. Внизу что-то типа миндального коржа. Здесь у нас шоколадный мусс, но здесь вот по цвету он явно типа молочного шоколада. И сверху слой просто шоколада темного. Марципаново шоколадный. Марципан это орех вообще, миндаль. Из миндаля делается. Из марципановости здесь только основа. Она абсолютно теряется за вкусом шоколада. Это не марципаново шоколадный десерт, это шоколадный десерт, максимально шоколадный. А это что? Это значит, что не по моему вкусу. Любители шоколада, конечно же, оценят. Вот если любите шоколад, вам понравится. Действительно насыщенный вкус шоколада. Марципана не чувствуется вообще. Ну, такое, для меня на троечку. Ассорти маффинов. Друзья мои, маффины, кексики, три разных вкуса. Один, понятно, шоколадный, второй, понятно, не шоколадный. И третий тоже не шоколадный, что приятно. Тут шоколадных меньше, чем не шоколадных, и это очень радует. Прикольная такая золотистая упаковка, кстати, не видел в таком виде никогда. О, маффин. Очень-очень влажный. Причем это маффины с начинкой, тут еще какой-то крем, типа, немножко карамельный, как будто. Это крем, как вот лимонный, с яйцами, как в лимонном тарте, например. Офигенный, он кисленький. Такой кисленький, прям чувствуется цедра, чувствуется прям цитрусы. Очень вкусный. И очень влажный огонь. Давай второй попробуем. Не шоколадный. О, он черничный. О, смотри какой. Очень много черники. О, ты посмотри. Посмотри, сколько она всего. Вообще бомба. Маффины обязательны к пробованию, потому что действительно, ну, одни из лучших маффинов, что я ел. Вот, в основном, везде, где ты покупаешь, они либо сухие, либо сухие. Очень редко попадаются клево сделанные маффины. Это идеально сделанные маффины. Очень влажные, много начинки. Это клево, неожиданно и здорово. Огонь. 5 баллов. Я шоколад не буду пробовать, блин. Не хочу я шоколад. Ну, ребят, ну, серьезно, вы что понимали, мне уже плохо. Я, конечно, сладкоежка. Я, по мне, видно, что я люблю есть вкусно, сладко, много. Но когда столько, я просто под конец. Серьезно, мы сейчас вот доснимем обзоры. Я знаю, не первый год уже это делал. Мы сейчас доснимем обзор, и я пойду умирать. У меня организм от сахара будет вот так вот. И у меня, когда я переим сахар, у меня, знаешь, такое ощущение... Мне Димыч говорит, Даш, к врачу сходи, проверься. Потому что, может, у меня проблемы с сахаром там. У меня прям жужжит вот так вот, аж вот всегда. Особенно в Макдональдсе, когда выпьешь какой-нибудь коктейль молочный, вон он там много сахара, и после него прям ешь такой, там же большой... Вот как будто кровь кипит, знаешь, такое ощущение. Но у меня еще коробок пять впереди. Так что... И переключайтесь! Чизкейк, брауни и... Вау, 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 вау! И карамель. Я... Это первый не круглый чизкейк в моей жизни. И давай посмотрим. Черт подери, квадратные десерты это чертовски практично. Они не занимают лишнего места. Смотри, ну тут как бы... Ладно. Смотрите, тут какие кайфы, да? Это сливочный чизкейк, это шоколадный чизкейк, это еще слой сливочного, как бы, крема, и сверху полито все это. Офигенные карамели. Карамельная душа по кашеварям поет. Как же я боялся опять говорить слова по поводу шоколада. Но здесь шоколад настолько в тему. Это очень вкусный десерт. О, вот... Есть у чизкейк.ру, вот сегодня они мне не привезли, это была новинка прошлого года, пирожное шу. Абсолютно невзрачная вот такая вот штука, типа такой большой-большой эклер, выглядящий так, как будто вот он должен где-то в пятерочке продаваться. Пирожное шу, это один из любимых десертов в чизкейк.ру. Я очень люблю их чизкейки, мне очень нравятся их вот эти текущие суфлешные такие штуки. Забыл, как называются. И пирожное шу. Для меня было открытие, что это плохо выглядящая штука. Это вот как гадкий лебедь, знаешь, что такое. А по вкусу это божественное. Там внутри карамель... И вот по вкусу в целом консистенция другая, но вкус очень напоминает вот это мое любимое пирожное шу. Даже, наверное, прикольнее, потому что здесь есть какая-то влажность, тут очень такая карамель клевая. Тут очень структура прям такая приятная. Вот это все плотно, хорошо, как в чизкейке. Бомба, серьезно, 5 с плюсом. Шикарный торт. Шикарный торт. И шоколадик в тему, боже мой. Чизкейк черничный, 2,5 килограмма. Вот оно что, Михалыч. Ну что, ну чизкейк. Блин, чизкейки у cheesecake.ru классные по умолчанию. Там все дело вкуса, конечно, каждый себе там по вкусу найдет. Ого, а он прям действительно черничный. Мне очень нравится, что действительно у них вот эта вот тема, что если он называется черничный, что это не просто там, блин, ну типа там немножко налито, а еще и внутри много довольно начинки. Ну тут классика, то есть очень плотный вот этот вот сливочный сам по себе чизкейк плюс начинка. Ну это клево. Я чернику люблю. Ну классический чизкейк, он клевый у них, да? Здесь тоже классический чизкейк, только с дополнительным вкусом и ароматом, и что самое, наверное, клевое, кислинкой вот этого черничного, черничной начинки. Вот, потому что кислинка черники, она кайфовая. И послевкусие черники очень вкусные, и вообще черника это зашибись. Поэтому вкусный. То есть он, он менее такой приторный, что ли. То есть обычный чизкейк, он прям, ну, сладкий-сладкий, прям вот такой вот для, для любителей, для любителей очень сладких десертов. Здесь же такой, знаешь, для любителей тех, кто не очень любит, наверное, сладкое, а любит такое кисло-сладкое. Любители китайской кухни, короче. Вкусные, мне тоже понравился. Для меня номер один это карамельный чизкейк у них, это пять. Это пять с минусом. Торт касата с марципаном. Ух ты! Серьезно, первый раз открыл. Какой яркий тортик, ты посмотри, что это. Тут тебе и вишенка засахаренная, тут тебе и цедра апельсина засахаренная. Тут и вообще, ты посмотри, какой прикольный. Фу! Смотри. Ну, в общем, с цукатами мы разобрались, а вот этот вот зеленый слой я вообще не очень догоняю, что это такое. Равно, как и дальше не догоняю. Ну, это, скорее всего, сыр, вот этот вот сливочный, типа маскарпоне. И тонкая-тонкая какая-то основа. Наверное, тоже что-то типа песочный. Давай попробуем. Я хочу сразу положить себе цитрусовую цукату сюда. Вот эта зеленая сверху штука, это как раз и есть марципан. Причем он обычно, ну, в моем понимании, марципан это нечто такое, типа пластилина, из чего можно лепить фигурки всякие, ну, вот в магазинах продаются кондитерские. А здесь марципан, он как, знаешь, как... Очень влажный такой марципан. Вкус при этом, да, действительно, вот марципан и есть. Но консистенция не марципана. Понимаете, о чем я. Сладко в целом мне, наверное, понравился он, но без восторгов. То есть тут нет каких-то штук, за которые я могу зацепиться. Опять-таки, я небольшой фанат марципана как такового, поэтому, может быть, из-за этого. Те, кто любят марципана, они кайфанут, потому что вот вкус этот очень хорошо чувствуется. Сыр, да, наподобие как в чизкейках, только в чизкейках он более плотный. А здесь как будто бы чуть-чуть рыхлее он. Мне это меньше понравилось. В общем, тортик, пожалуй, нет. То есть вот чисто от меня нет, но попробовать можно. Он, по крайней мере, симпатичный. И это его немножко выручает. Но я бы себе брать не стал. А сорти пончиков! Посмотри... Ух ты, прикольно. Слушай, тут, причем, мне кажется, в прошлом году присылали мне пончики. Я вот как бы вот эти вот, если я помню пончики, условно, то вот это вообще для меня какое-то новое. Смотри, какой яркий контрастный пончище прям. Этот пончик с карамелью, этот пончик вообще в карамели. Поэтому давай вот его и попробуем, да? Потому что в прошлом году, я помню, в каких-то пончиках была начинка, в каких-то нет. Опа! А здесь есть начинка шоколадная. А давай вот это протестируем. А тут? Тут варенье. Подожди, а вот этот? А здесь что может оказаться? А здесь вот нет ровным счетом ничего. Вот пончики, где ровным счетом ничего, мне не нравятся. А, нет. Смотри, гоню. Здесь тоже есть какой-то белый крем. Просто он мне... Мне не повезло. Вот он, белый кремчик. В общем, все эти пончики, походу, с начинкой. Давай вот это попробуем, потому что такой я никогда не ел. Как ни крути вот эти вот донатсы, да? Ну, говорю, Данкин Донатс, все же знают. Они все примерно на один вкус. Ну, то есть, реально все примерно на один вкус. И он очень многим нравится, этот вкус. Разница отличается лишь в том, что внутри и чем полито сверху или посыпано. Да? Вот этот пончик будет примерно такой же, как вот то, что я сейчас съел. Только сверху будет немножко другие ощущения от этих вот... От хрустящей посыпки. Плюс внутри там кисленькое варенишко. Абсолютно ничего необычного. Это совершенно стандартные такие пончики, вот, ну, как бы хорошего качества, которые продаются где-нибудь, вот я говорю, типа Данкин Донатс. Вот все. Вкусы сами определяете себе. В принципе, наверное, я такие штуки не люблю, но дети у меня, например, любят такие пончики. Себе бы брать не стал, а... А дети бы заставили. Вот так вот. Прикольно. И, кстати, в прошлый раз я эти пончики... И обычно все эти десерты мы раздаем там по друзьям, знакомым и так далее. Родственникам, да? Пончики оставили тогда. И вполне удачно этими пончиками завтракали. То есть мы прям из морозилки достали. Вот я прям положил в морозилку какие-то. Из морозилочки пару пончиков раз. Утром дети с чаем попили. И вполне себе зашибись. А я не пил. Потому что у меня в том году пирожное шу было, да. Так, чего у нас осталось? У нас есть еще ассорти макаронс. Но макаронс мы уже пробовали. Хотя здесь я прочитал для себя, что здесь есть маракуйя манго. Я не помню, что у них раньше были макаронс с маракуйей и манго. А, подожди. Дима уже все открыл. Да, слушай, это какие-то новенькие. Здесь 36 штук. Кокос, банан, маракуйя манго и клубника сливки. Клубника сливки, кокос, маракуйя манго и банан. Вот это, наверное, банан, а вот это маракуйя манго. Ну, вот, слушай. У них всегда изумительные макаронсы. Они, по-моему, подожди, производят это во Франции. Это, нет, это в Питере. Это как раз питерские. Слушай, это их производство. Санкт-Петербург, улица Думская. Вот, это как раз, подожди. Тогда в прошлый раз мы пробовали французские макаронсы. А российские, по-моему, я не ел тогда собственного производства. А ну-ка. Вот сейчас вот и забаттлим. Очень красивый, блин. Я, макаронс для меня это вообще один из самых красивых десертов. Смотри. Сверху вот этого макаронс, видите, оно такая типа сахарная. Молотый сахар. Надпись даже, е-мана. Слушай, клево. А здесь какие-то жемчужинки. Посмотри. То есть, каждый макаронс, он с какой-то фишкой. Здесь надпись. Тут жемчужинки. Тут кусочки кокоса. Тут вот эти вот кристаллики сахара. У меня жена очень любит эти макаронс. Она сегодня кайфанет. Маракуйные. Тут уже круто сделано. Прям действительно очень-очень качественно сделано. И мука миндальная хорошая. Они такие плотные, и при этом мягкие. И вау. Маракуйный, бомбический. Банана. Мне аж вот этот логотип что-то жалко как-то ломать. Сломал. Яркий-яркий вкус банана. Прям серьезно, как будто я сейчас ем банан спелый. В маракуйи чуть меньше вкус маракуйи, чем в банановой банана. Ладно, клубника. Сливки. Тоже с бананом тягаться сложно. Банан победил, но и сливки, и клубнику я чувствую. Тоже вкусно. Дим, готовь мой чай. Подавай сейчас срочно, потому что у меня передоз уже. И кокосовый. Тоже прикольный. Такой нежный-нежный баунти получается. Короче, что сказать. Наши умеют делать макаронс. Это клево. Они вообще ни разу не хуже французских. Но причем таких вкусов там не было. Там были разные ягодные, шоколадные, кофейные были. А вот вкуса, чтобы вот прям вот маракуйя, банан, такого нет. Честно скажу, меня банановые покорили тем ярким вкусом, который в них. Маракуйя на втором месте. Клубника и кокос как бы спокойно на третьем месте. Просто вкусные макароны. Чисто по моему вкусу. Ну а так, качественные и то, и другое, и третье. Хорошо сделано. Фу. Так, сейчас надо накрыть, а то переломаю. Будет обидно, Вась. Так, cheesecake.ru Вы, конечно, молодцы. Но кто меня будет потом лечить после таких обзоров, интересно. Десерты закончились. Я, честно говоря, рад, серьезно. Я хоть и сладкоежка, но не такой. У нас остался не десерт. Это называется, знаете как, это ржаная закуска с лососем. Время прошло. Время прошло. Время пришло. После того, что происходило до этого. Сладких, 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 сладких историй. Это совершенно неожиданно. Для меня это как манна небесная. Потому что я сейчас вот от двух вилочек этой штуки. Я практически обнулился. Как будто и не было всего того, что было до этого. Короче, это... Это как чизкейк. Ну, то есть, в принципе, как чизкейк. Вот консистенция, структура. Но это солененько. Это немножко так, знаешь, ароматизировано травками. И это ржано. Потому что основа не классическое песочное печенье. И именно какая-то вот типа ржаной хлебушек. Очень похоже просто, знаешь, типа на канапешку. Которая делается вот со сливочным сыром, травками. На хлебушке поджаренном, например. Ну, там, на Новый год на стол. Что-то типа такого. Довольно необычная штука. Но прям какого-то восторга нет. Я говорю, я в восторге от этой штуки. Потому что она мне добавила немножко соли в мой организм сегодня. В котором один сахар. Необычный вкус. Стоит ли экспериментировать и покупать? Я не знаю, сколько она стоит. Ну, вот целая такая коробка. Потому что, может быть, кому-то не зайдет. Кто не любит ржаной, например, хлеб. И вот это вот лососевого вкуса. Потому что лососевый вкус, он весь вот в этом сыре. В общем, все, друзья мои. Мы все попробовали. Этой штуки я все-таки, наверное, скажу нет. Хотя она интересная. Она интересная. Как закусончик, так и на стол поставить можно. В общем, чизкейк точка ру. Я удивляюсь, когда закончатся уже вот эти пополнения новыми какими-то продуктами. То есть каждый год они мне привозят, блин, тонну новинок. Немножко старинных каких-то. Но тонна новинок обязательно приезжает. То есть когда-то уже вот эти десертные истории, они должны закончиться, мне кажется. Когда уже, я не знаю, на сайт это влезать не будет. Или им на склад это не будет влезать. Ну что? Вот должно прекратиться. Я не могу представить, что в следующем году может быть еще какая-то вот такая вот партия чего-то нового. Если сравнивать как бы прошлые года и этот год, то, конечно, этот год на новинки чуть послабее. В позапрошлом году у нас были вот эти вытекающие муссы. Карамельный, маракуйя, черная смородина, шоколад. Вот это все божество. В прошлом году у нас появилось пирожное шу, которое бах для открытия. В этом году, ну в принципе тоже, что я могу сказать, что вот эта история, например, гуакамоле. Я вот это все пораздам, но гуакамоле я оставлю себе. И вообще вполне возможно, что вот этот гуакамоле мы даже попробуем себе ввести. Может быть, потому что офигенно подойдет к суше. Вот если взять ролл, например, Калифорния. Я не люблю ролл Калифорния с Сурими, а у нас в заведении есть они. И сверху вот это, выдавить вот это вот гуакамоле, это будет бомбически вкусно. Серьезно. Сегодня поэкспериментируем. Вот, гуакамоле я себе оставлю. Мне очень понравилось. Серьезно, очень вкусные штуки. Карамельный чизкейк, бомба. Ну это как бы опять-таки карамельная штука. У них все карамельные штуки почему-то очень вкусные. Макаронсы изготовления питерское. Очень понравились. Прям круто сделаны. Выпечка, ребят, но это отдельная тема. Это вот, это, Дим, где весь хлеб, а скажи мне. В моем желудке. Димон, вот пока мы это, он говорит, мне не надо никаких десертов. Он вот отламывал чиабатту и ел чиабатту. Потому что очень вкусные, действительно. Очень вкусная свежая чиабатта хрустящая получается. Безусловно, круассаны. Ну это просто классика. И замороженное ягодное пюре. Тоже прикольная штука. Я говорю, надо подумать, куда ее использовать. Помимо того, что это вкусно, в принципе, просто так есть. Ее можно еще куда-то использовать. Например, в напитке. Мне кажется, лимонад с маракуйей и бананом это будет бомба. Поэтому, если резюмировать. Чизкейк.ру, как всегда, на абсолютно любой вкус. То есть, каждый для себя найдет что-то, что понравится. Абсолютно круто в чизкейк.ру, что у них все заморожено. То есть, замороженная тема, она очень практичная. Я это вначале говорил, я еще раз повторю, что если ты купил чизкейк, там какой-нибудь. Два чизкейка себе заказал с доставкой. Один в морозилку, он 12 месяцев хранится. Второй там разъели. На следующий праздник у тебя голова не брит, у тебя всегда десерт. Это очень круто. Я уж не говорю про выпечку. Выпечка просто на каждый день. Закинули мешок круассанов. Их много. Они недорогие. Они вырастают в объеме. То есть, если у тебя это занимает пол морозилки, то готово. И круассан тебя займут всю морозилку. Пять штучек положил утром, там шесть на семью. Раз, огонь. Поэтому чизкейк.ру вам спасибо. Вы красавчики. Я не перестаю удивляться вам. Это очень здорово. Я очень рад тому, что мы с вами дружим, сотрудничаем. Это очень приятно. У меня всегда хорошие спонсоры, друзья, которые у меня на канале так или иначе появляются. Компании всех уважаю. И себя уважаю за то, что у меня такие друзья. Товарищи. Вот, естественно, все ссылки там будут в описании на чизкейк.ру. Можете переходить. Заказывать, что вам понравилось из этого. Или, в принципе, из там предыдущих обзоров. Ребят. Советовать могу. А уже по вкусу, по своему подбирайте. Сами, может быть, опираясь на мой вкус, если хотите. Или не опирайтесь на мой вкус. Пробуйте. Сами делайте свои выводы. Фу. Все, я пошел умирать. Это было клево. Всем спасибо. Ставьте лайки. До следующего воскресенья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok